Приветствую вас, друзья. Сегодня очень интересная встреча. Мы с настоящим американским военным, потому что я как кандидат в президенты подвергся дикой критике за свои предложения сократить армию, превратить ее в наемную. Поэтому мы сегодня поговорим с Юрием Табахом. Он капитан первого ранга, я так понял. Да, по-американски. Давайте сразу, чему это соответствует, капитан первого ранга в Америке? Капитан первого ранга – это человек, который командует кораблем первого ранга. Или бригадой. Может командовать десантниками. У нас просто звания так идут. У нас офицеров очень мало. У нас построены вооруженные силы, как вы говорите. Мы называем их профессиональными, а не наемными. Потому что наемники – это как бы вы можете нанять любого человека. Профессиональные – это только граждане этой страны. Но Украина тоже переходит на профессиональную армию. Ну правильно, да. Потому что толку в этих, когда призывают. Но мне вот интересно, вы немного хоть знакомы с украинской армией? Да, конечно, конечно. Как вы сейчас оцениваете ее потенциал? Ну, это не та армия, которая была в 2014 году, конечно. Ну, безусловно. Безусловно. Это намного более профессиональная, лучше вооруженная, обстрелянная армия, как мы говорим. И она проходит очень много изменений. И прошла очень много изменений в положительную сторону. Конечно, не все идет как по маслу, особенно в стране, где экономика плохая, где коррупция высокая. Но все равно идет в правильном направлении. Еще много, что надо реформировать в армии. Допустим, в профессиональных армиях, и я надеюсь, что украинская армия, в конце концов, перейдет на такой строй, нету, вот насколько сейчас мы с вами говорили, вы в недвижимости, в строительстве. В профессиональных армиях нету такого агентства, которое стоит и распределяет квартиры среди военных. Это просто еще одна слойка коррупции. Они сами покупают. Да. Избавьтесь от этих коррупционеров, от этих званий, от этого строительства. Занимайтесь своим делом. Как ради этого в армию идут? Ради того, чтобы побывать в АТО, потом получить льготы, ради того, чтобы получить квартиру? Это неправильно. Это же вся система на этом. Люди не должны идти служить из-за этого в армию. Люди должны идти служить, потому что они хотят служить, как монахи или там попы. Зарплата солдата в армии? Солдата у нас небольшая, очень, но оно зависит, чем этот солдат занимается, какое у него образование, сколько он служит. У нас же солдат может служить 10 лет. Без образования солдат. Но сколько лет он прослужил? Самое начальное, рекрутер, совсем немного. Начнем с начального. Немного, потому что он питается. Немного 1200. Ну, понимаете, что значит 1200? Может быть 1200, может 1500, это в интернете любой человек может посмотреть. Но у него бесплатная медицина, у него потом бесплатное обучение в университете. У него есть много льгот. Социальный пакет огромный. Социальный пакет, и он, у него есть карьера, у него есть будущее, если он обучается какой-то профессии. У нас же уже нету таких солдат, которые просто там в линию становишься и там бах, шаг вперед, бах, и линейные эти. У нас солдаты должны быть образованные. У многих у наших солдат высшее образование. У сержантов почти что у всех высшее образование. Это карьерный рост. Это идут туда в основном служить, чтобы быть карьерными военными. У меня сын почти поступил в армию. И закрыли программу, как раз на нем. Может, да, у нас закрывается. Это у нас в вооруженной силе, это построено не так уж различно, чем у вас бизнес построен. Каждый ходит. Потом солдат отслужил, отстоял свою вахту. Он переодевается в гражданскую, садится в машину и едет в квартиру, которую он или снял, или купил. Потому что ему платят за это деньги, зарплату. Но у нас нет вот этой структуры, которая этим занимается. Или структуры, которая у нас там занимается питанием. Или шьет мундиры. А отсюда же берется численность огромной армии. Вот у нас сейчас подают армию 250 тысяч военнослужащих. А здесь огромный социальный блок, я так понимаю, в нашей армии. Что значит? Ну, те, которые квартиры распределяют. Ну да, сбавьтесь от денег. Они же тоже стоят денег. Стройбаты там у нас. Да, за место этого дайте, прибавьте эту зарплату, эти деньги распределите на зарплату. И, понимаете, это колесо изобретать не надо. Оно уже было проведено во всех остальных постсоветских странах. И оно работает в Польше. Вы даете сержанту под его зарплату ипотеку, под страховку. Под эту ипотеку он покупает себе жилье. Не надо вам возиться с этим совсем. А потом, после еще 10 лет службы, то же самое в полиции, доблесть. И эту ипотеку ему закрывает вооруженные силы. Вот теперь он обеспечен своим жильем и не должен думать. Вот я вышел на пенсию, все, у меня жилье есть обеспеченное, которым я не должен. Итак, первый этап это 1500. Потом он повышается, допустим, сержант. Конечно, повышается с званием и со временем. Сколько ты прослужил и какое у тебя звание. И там целая шкала, ее можно посмотреть. Потом у нас есть надбавки за то, что там, несмотря где ты живешь. В Нью-Йорке это одна зарплата, а в Алабаме это другая, потому что цены разные. А она когда служит в горячей точке? В горячей точке у нас служат, зарплаты примерно остаются одинаковые. Там тебе дают небольшую надбавку. Но если ты провел какое-то время в горячей точке, ты не плачешь налоги. Ты освобожден от налогов. На всю жизнь? Нет, на этот год. А, на этот год. На всю жизнь. Тогда было бы здорово. Я бы никогда налогов не платил. Но там много разных привилегий. И что еще украинской армии надо бы изменить? И это ничего не стоит денег. Понимаете, вот эти изменения, они не стоят денег. Поэтому, когда там в Раде проголосовали, один день дам за то, чтобы Конституцию изменить, что внести в Конституцию поправку, что мы идем в НАТО, а на следующей же неделе через несколько дней не проголосовать за изменения по стандартам НАТО, тут немножко нонсенс получается. Ну, может быть, это потому, что перед выборами ваши конгрессмены заняты другим. Ну, я не знаю. На самом деле, Украина не сильно в НАТО готова, потому что ВВП Украины всего 115 миллиардов долларов, а там надо платить 2%, то есть, кому интересна страна, которая будет в НАТО платить 2 миллиарда долларов в год. Нет, ну, это, я думаю, что там другие страны еще меньше платят. Они не платят даже богатые страны. А вот я... Еще, я бы хотел, вот что я считаю главным изменить. У вас такая идет система, опять она коррупционная. В вооруженных силах идет, что сначала тебе дают должность, а потом говорят, вот он на должности полковника, уже там год, поэтому надо его повысить в полковнике. Это неправильно. У нас звание по времени дается. У нас звание, вот подходит время, у нас вот подходит время, и нас, допустим, там 20 подполковников, и из этих 20 подполковников надо выбрать двух полковников. И вот идет комиссия, они смотрят, и даже часто не знают имен этих людей, сидит целая комиссия, на которой сидит женщина, чернокожие, разные собираются. Все в высоких званиях эти люди, и они из этих 20 выберут двух. То есть подбор идет комиссии по гендерному, по национальному, по разному признаку. Да, по разному, чтобы не было никаких вопросов. И когда выбирают этих двух, их через год поднимают в звании в полковнике, допустим, и тогда их посылают уже на полковничную должность. То есть сначала звание, потом должность. Потому что на должность тебя твой командир ставит, и все. И один человек решил твою судьбу. И это неправильно. Потому что тут уже и кумовство, и подлизывание, и подсиживание. Ну, человеческий фактор включается. А здесь как бы человеческий фактор убирается. А если бы с вами пофантазировали, 50 тысяч контингент армии украинской, но состоящей из американских солдат, с американской подготовкой, это была бы эффективная армия для Украины? Вот если мы ограничиваемся численностью... Не думаю. Потому что все-таки у нас другие задачи. Нет, мы берем вооружение американское. Ну, конечно. Таким образом, конечно, у нас же все-таки... У нас оборонные задачи. У вас оборонные, а у нас наоборот наступают. Да, у вас наступают. А мы берем оборонные задачи. Вам авианосная ударная группа не нужна? Нам надо защитить территорию, длинную границу. И есть такое предположение, в всяком случае, я его выдвигаю, потому что надо крайне ставить точки обычно. Ну, и в бизнесе так. То есть высшую точку. Если мы можем сократить в пять раз армию, но при этом в пять раз больше платить солдатам, в пять раз больше офицерам, сделать престижной службу, сделать ее престижной и сделать перспективной для... Поэтому я задаю вопрос. 50 тысяч американских военных, сухопутных, практически у нас все сухопутное, смогут защитить страну или наносить такой урон, что ни одна армия не полезет в такую страну? Мне сложно это... Вооруженные американским оружием. Ну, понятно. Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я просто наши вооруженные силы вижу совсем в другом контексте. Это как там льва и кота сравнивать. Может кот защитить? Кот может защитить очень много. Но это сложно так сравнить, потому что это вроде бы и то, и другое кошко, но они очень разные кошки. Я бы сравнил бы большую украинскую армию с израильской, потому что и миссия примерно одинаковая, и склад вооруженных сил одинаковый. У них тоже, у израильтян есть профессиональный вот этот стержень, и тех, кого они призывают, и огромный резерв. Они все в резерве. Поэтому сравнить больше, наверное, бы я бы смог израильскую армию с украинской армией, потому что задачи примерно похожи у вас. У них тоже оборона. Конечно, у них тоже оборона, они обороняют. И при этом они в Сирию летают и расстреливают эти зенитные установки. Они не подпускают близко к себе, да? Они не подпускают к себе близко. Украина же немножко другая задача. У нас очень длинная, сухопутная. Рядом с нами стоит безумная армия Путина, которая может в любой момент приказ дать, там, то ли танками ехать, то ли... И вот здесь вопрос, потому что я ставлю вопрос так. Я считаю, что наша армия на сегодняшний день не способна защититься от вторжения. Нет, конечно, она на сегодняшний день не то, что не способна, у нее нет такой возможности. Это просто огромная-огромная советская армия против маленькой советской армии. Поэтому я говорю, что если пойти изменить доктрину, ограничить немного численность, но при этом вооружить по образцу американской или израильской. Да, да. И избавиться от старого командования. От лишних, да, вот этих людей, которые... От лишних и от старого менталитета командования. Я знаю несколько генералов, несколько таких больших чинов в вооруженных силах и в полиции у вас, которые сами ушли. Они говорят, все, у меня старое мышление, я должен заменить меня молодой человек, который совершенно другой подход, совершенно другой взгляд, совершенно новое понятие ведения войны. А теоретически мы могли бы в Америке набрать специалистов, которые бы нам сделали такую армию? На хорошую зарплату? Я думаю, что даже не на хорошую зарплату. А за 1500 долларов в месяц, я думаю, мы могли бы из украинцев набрать хороших, мотивированных солдат. Солдат не только должен быть мотивирован деньгами. Это не совсем работает. Наоборот, вот это, я считаю, одна из проблем у нас в Америке. Потому что есть у нас категория людей, или часть людей, которые думают, что они могут решить все деньгами. Вот там проблема в Тембакту, где-нибудь, а вот мы туда деньги кинем, дадим им деньги, они нас будут любить. Нет, тут... Они не могут. И солдаты... Деньги нужны для чего? Для солдата. Другое качество солдата подобрать. Нет, понятно, что без денег не решить. Коммунизм без денег мы не построим. Потому что сейчас солдаты невысокие. Они идут в основном в сельской местности. Они подчиняются приказам командира. Я понимаю, что вы говорите. Это понятно, что деньги нужны. Коммунизм без денег не построишь. Но только на деньгах тоже не построишь. Вот эти ребята, которые первоначально отбили вот этот российский нахрап в 2014 году, они не за денег туда пошли. Они пошли, потому что у них был этот зов, этот призыв. Был, но они, наверное, не представляли, что такое война. Нет, конечно. Потому что когда начало громыхать по деловой, все легли. Ну, не все. Я знаю тех, которые стали. Многие ребята пошли, которые раньше служили. Некоторые из них были обучены. Некоторые, конечно, их поймали врасплох. Но я считаю, что человек военным, вот, допустим, у меня в семье есть военные, есть невоенные мои дети. Я им говорю, если вы хотите быть военными ради меня, то не будьте. Делайте, что вы хотите. К чему у вас есть призвание. В некоторых профессиях, я считаю, у человека должно быть призвание, помимо денег. Это, допустим, там, священники, раввины. Ген воина должен быть. Да, должен у тебя быть. Ты должен хотеть этим быть. Но вы в семье стоматолога родились. Я в семье вообще всех врачей родился. Откуда у вас ген воин? Не знаю. Но мой папа мне сказал, что я таким родился. У меня всегда был такой комплекс, что я не похож на военного. Но, да, я родился в семье всех врачей. И я хотел быть военным с детства. Вот у меня, как и некоторые люди священниками хотят, некоторые люди врачами. Вот врачи тоже должны быть призвание. Учителем. Ты не можешь в этой профессии находиться ни за какие деньги, если у тебя нет призвания к этому. Журналисты. Ну, проблема низких денег, что это убивает вот эту самую мотивацию. Да. Вот вы возьмите у вас журналистов, да, сегодня. Когда человеку говоришь, ну да, у тебя призвание учитель, но ты будешь бедным всю жизнь. Ну, иногда актеры часто такими. Актеры, вот у меня сыноктеры. Актеры-то особые. Да, они, говорят, художники. У них есть призвание, им деньги не так важны. Ученых много есть, люди ученые. Главное, вот какой-то микроб, они могут над ним работать там 40 лет, и потом этот микроб сдох. И все. Ну, у него призвание было к этому. Он жил ради этого. Должно быть помимо денег призвание. Ну, деньги в армии, конечно, нужны. Уровень жизни. И не так важно, я думаю, воину самому лично получать деньги, чтобы знать, что если что-то с ним случится... Страховка. У его семьи, что жена, дети, обеспеченные до конца жизни. Какая страховка для горячей точки? Миллион долларов. Миллион долларов, да. То есть, если он погибает, миллион долларов, семья получает. Украинский солдат, если погибает, его семья получает проблемы. Это советская структура. Да, и если что оплачивается, я же не говорю, что у вас совок пропал. Только похороны. У нас также дети уже бесплатно учатся в университетах, там бесплатная медицина. Весь пакет остается семьи. Семья обеспечена, он не должен. Некоторые из нас иногда переживают, что мы, может быть, нашим женам дороже мертвые, чем живые. Она молилась, чтобы он погиб. Да, это шутка, конечно, но ты должен это знать. Ты должен знать, что твоя семья, и когда ты находишься в горячей... Это самая шикарная мотивация. Да, и когда ты находишься в горячей точке, ты тоже знаешь, что твоя семья обеспечена, что твоя семья социально защищена. Это очень важно. Но я так говорю, как будто у нас идеальная система. Нет, система тоже не идеальная, системы идеальных нет. Там, где люди не имеют. Да, там всегда есть какие-то проблемы, всегда вот эта социальная сеть, кто-то через нее проваливается. И тогда у нас это подхватывают уже организации, церкви, синагоги, добровольные организации, гуманитарные организации могут подхватить. Скажите, у вас два раза Путин запретил въезд в Россию. За что такое отношение? Я думаю, что это было связано в основном из-за политики. Что вы такое делали в России? Я ничего не делал. Я наоборот, я был всегда за Россию. Я пытался всю свою карьеру построить мосты между Россией и Соединенными Штатами Америки. Я не видел... Осторожнее со словами, я всегда был за Россию. Ну, я был за то, чтобы мы вместе... Это чтобы Россия менялась, наверное. Ну да, потому что в начале 90-х годов многие из нас ринулись в Россию. Многие из нас ринулись в Украину. Я просто был из России. И это как бы была главная страна. Мы считали, что все. Вот. Теперь закончилось. Теперь будет. Мы поможем им построить правовое государство. У нас есть общий враг. Там террористы. Еще что-то. Это все-таки европейские люди. Они... У нас есть много общего. Потому что мы тоже любим музыку. Мы любим рок-н-ролл. Мы любим машины. Мы любим театр. Мы не любим там только молиться, куда-то ходить или взрывать себя ради Бога. Поэтому у нас было очень много... Мы это видели. Я служил и учился со многими ребятами, которые были внуки белогвардейцев. Потому что у них традиционно ты должен закончить военное училище и быть офицером. Даже если не остаешься на службе. Со многими. Даже у нас командир был сын одного из офицеров у Власова. У нас многие. Там были армяне, евреи. Ну, разные люди. И мы все. Вот все, кто имел какое-то отношение к Советскому Союзу. Мы все ринулись обратно помочь. Но, видимо, у нас не получилось этого. А это крепостное мышление осталось. Поэтому все те, кто из нас имели какой-то акцент. Или были с Америки, или служили в американской... Мы все были шпионы. Ну, вот никак ты не мог от этого отделаться. И нас не любили. Потому что, как вы видите, как я говорю по-русски, а если я еще не побреюсь, днек выпью пару рюмок водки, и буду ходить по улице, меня не отличить от русского. А в Украине какая миссия сейчас? Сейчас, я так скажу. И в ФСБ это не нравилось. И израильтяне попадали под это, потому что они тоже были бывшие советские. Мы вот попадали. Им не нравилось это. Мы все время терялись. Мы все время сидели. Другие люди не понимали, что мы не русские. Они начинали нам рассказывать что-то. Первоначально у меня миссия была, я приехал, чтобы помочь раненым солдатам. И украинская, там, еврейская диаспора у нас собралась в Америке и решили, что, может быть, мы сможем что-то по этому поводу сделать. Приехали сюда. Кое-что смогли сделать, кое-что не смогли сделать. Опять же, в основном из-за коррупции. Потом меня стали приглашать на разные такие, как говорится, передачи, интервью. И сейчас я занимаюсь, мы строим фабрику здесь, в Украине. Тоже имеет отношение к вооруженным силам Украины. Что-то выпускаем будет? Мы не будем выпускаем. Мы просто помогаем поставить фабрику. которая будет выпускать разные вещи для Украины по натовским стандартам. Вот когда мы говорим, вот это одна из передач. Это частная или государственная программа? Американская – это частная, а украинская – это государственная. А все, раскрадут все. Не сомневайтесь. Нет, они не смогут это разобрать. А, смогут, ранее смогут, вы просто недооцениваете наших воришек. Там, где идет стыд частного с государственным, это все уже. Заранее можно сказать, назначат матерого казнокрада. Я могу вам так сказать, что если они это попытаются сделать, потому что подписан документ. У наших казнокрадов нет «если». Но я вам могу сказать из своего личного опыта, что если они это сделают, и у нас есть бумага, что они подписали, что они этого делать не будут, а у нас она есть. То при их первой же поездке за границу их арестуют. А как вы думаете, сейчас будут арестованы? Они будут переправлены в Соединенные Штаты, их осудят в Соединенных Штатах, и потом украинское правительство должно будет договариваться с американцами, где они будут сидеть, в Америке или в Украине. Понимаете, они научились воровать чужими руками. Ну, тогда чужие руки пусть не воруют. А чужие руки исчезают. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что этого не будет. То есть, у вас будет человек, который воровал, но он, допустим, уедет в Россию. Ну, смотри, вот, это другое дело. Поэтому те, которые, я могу вам сказать, те, которые люди собираются воровать при мне. А почему это не делается с частным бизнесом? Я могу сейчас, я даже скажу. Если при мне они стоят, у вас будет только билет туда-обратно, в Россию, больше никуда. Смотрите, а почему с частным бизнесом это не делают? Я не знаю, я не бизнесмен. Я сугубо военный человек, я не знаю, почему это не делается. Потому что, наверное, у вас, у частных предпринимателей, воруются не меньше. Я не знаю. Частный, если договорится, он будет платить и выпускать, и продавать. Я не знаю, почему. Может быть, потому что... А кто финансирует? Это частная компания, американские или государство здесь тоже финансирует? Нет, это финансируется государством Украины. А, Украина финансирует. Да. Поэтому тут я не вижу механизма воровства просто самого. Поэтому, может быть, я чего-то не знаю, недопонимаю, но я надеюсь, что это не так. Потому что, ну, тоже так жить нельзя все время. Вы не построите правовое государство, если вы все время думаете, что кто-то у вас что-то ворует. Мы не думаем, мы в нем живем. А что нам думать-то? Я их все знаю. Но в то же время нельзя жить, думая, что это не существует. У нас же может быть страусом. Генерал СБУ, например, занимать, все время на государство работать, все время быть на государство, потом выйти на пенсию и иметь там 18 тысяч человек. Я скажу, что вот я сейчас столкнулся с коррупцией здесь небольшой такой. Иногда я тут сталкиваюсь с этим. Первые проекты наши не сработали, потому что из-за коррупции. Я вот ходил по многим инстанциям и говорил, меня не так коррупция волнует, как идиоты, как вот дураки. Потому что даже умный коррупционер, он понимает, что там нельзя воровать все, что нужно как-то балансировать. Я понимаю, что жизнь, она не черно-белая. Бедное детство, воруют все. Остановиться не могу. Но президент не может остановиться. Идиоты везде есть. И меня больше волнуют вот эти идиоты, потому что когда со мной сталкивается какой-то коррупционер, или я с каким-то коррупционером, я говорю, я понимаю, что вы сидите здесь, чтобы брать взятки. Я говорю, ну вы хотя бы не ленитесь набрать мое имя в гугле и прочитать что-то про меня. Потому что если бы вы это знали, вы бы ко мне даже не подошли с этим вопросом. Вы бы даже со мной не встретились. Потому что я очень ядовитый в этом вопросе. И я надеюсь, что так будет больше и больше людей в конце концов. Может быть меня отсюда выгонят в какой-то момент и скажут, слушай, ты так нас тут это... Иди учи. Да, иди учи. Но рано или поздно, я думаю, все-таки с коррупцией... Понимаете, борьба с коррупцией, она по-разному с ней борется. В Китае их расстреливают. При царе Горохе головы рубили, руки рубили. Не победишь ты коррупцию таким образом. Коррупцию можно победить только демократическими институтами. Причины надо убирать коррупцию. Причины, но это только могут демократические институты сделать. Это только может сделать журналисты. В голодном обществе и получается демократические институты не работают, к сожалению. Что демократические институты вы можете в Америке соблюдать, долго судиться. Есть адвокаты, целые институты, они дорогостоящие. Ну не только это. А у нас сейчас невозможно всю эту этапу пройти. Почему? У людей нет денег судиться. Вот я сижу с вами, это демократический институт. Потому что я сижу с вами на основании... Потому что я богатый, я могу это обеспечить. Я могу пойти в суд с деньгами. Ну правильно, хорошо. Я могу сказать, а у нас 90% населения в суд не могут пойти. Ну где-то надо начинать. Значит из этих 90% надо сделать 80%. Потом из 80% сделать 50%. Ну сразу это не получится. Даже вот... Но мы придумали как. А что все-таки партия? Ну давайте, я выслушаю вашу партию. Не должно быть государственных... Я считаю просто, что это не мое место в Украине, так как я не гражданин Украины, принимать какую-то политическую сторону. Я вам с удовольствием расскажу. Политическую. Я знаю, что вы мне уже ее расскажете так или иначе. Вы политика, бизнесмен, поэтому мне придется выслушать. Я просто хочу сказать, что флаги у вас правильные. Вы захотели бы жить в такой стране, где свободно обращается валюта, где нет государственного сектора, все частное, где самые низкие налоги в мире, 5% с продаж и 10% подоходного налога, где свободно заходят западные банки, где, в общем-то, наиболее свободно перемещаются деньги, товары и люди, где государство минимум занимается только обороной, полицией, юриспруденцией, образованием и медициной. Все, все функции государства обрезаны. И даже армия профессиональная, которая находится на самообеспечении. Конечно, я бы хотел в такое жить, но я хочу вам сказать, что государство все равно должно играть роль в контролировании министерства. Но вы правильно сказали, и в армии надо убирать эти социальные функции, которые не свойственны, и в государстве в целом. Ну да, я просто хочу сказать, что они должны быть, и, конечно, там министерства должны быть. Может быть, не нужно там Министерство культуры или Министерство национальной памяти, ну, какие-то эти сумасшедшие. У вас и так культура есть без министерства. Ну, почему вот вы меня затягиваете в политические дискуссии, но я военный человек и вообще политиков не люблю. Но почему вы думаете, что ни у кого не получилось, а у вас получится создать такое государство? Ну, дело в том, что если народ увлечь мечтой стать самыми богатыми в мире, то вот путь. И это чисто американский путь, потому что когда-то американцы через океан переплыли в пустыню и создали государство, то, в котором вы сейчас живете с удовольствием и пользуетесь его благами. И Америка прожила там 19 век весь без налогов практически. И она на этом построила свою мощь. Но потом налоги пришли. А сейчас у нас есть демократическая партия, которая говорит, вообще вас, бизнесменов, надо обложить 90% налога. Но у вас также еще и сильна либертарианская партия в Калифорнии. У вас три, по-моему, губернатора-либертарианцы, которые стоят на том, что надо вообще отменить все налоги и оставить только 20% с продаж. В Калифорнии у нас есть? По-моему, нет, в Калифорнии у нас все демократы. В Мехико, я сейчас не помню, какие они. Да, новый Мехико. Три губернатора. Дело все в том, что я знаю, что политики, они обещают много, они могут. Даже мой любимый президент Трамп, а вы, наверное, все-таки больше... Трампист. Да, трампист. И даже он, то, что он пообещал, он денег никого не брал. Почему? Он же не республиканец, он не республиканец, не демократ. Его не любят ни те, ни другие, он денег ни у кого не брал. Поэтому он никому ничего не должен. И вот то, что он пообещал, в чем у него идея? Все, что он пообещал, он исполняет. И поэтому они психуют в демократе. То есть не настоящий политик. Не настоящий политик. Где это слыхано, что в президентской кампании пообещал что-то, и еще он исполняет. Он же дурак. Ну, не работает это так. И вот эстаблишмент его не воспринимает. Но даже он, при всей, как вы говорите, нашей выстроенной демократии, не может исполнить всех своих обещаний. Они ему просто их не дают. Почему вы думаете, что вам дадут? Потому что Америка это сложная бюрократическая страна. Там работают сложнейшие институты управления. Но они встали, сделавись такими, на очень мощной финансовой базе. Они развили. У вас же судья, как говорит подсудимым, вы знаете, что вы можете изменить закон. У нас есть средства, время для изменения закона. Глобально. Президент. Если вы хотите, чтобы ваша осуществилась мечта. Но это страшно дорого, довести до изменения закона. Но когда у людей в обществе есть эти деньги, то они это делают. Лоббисты делают. А в Украине в нищем обществе внедрили налоги 20% НДС, пошлины 30% на автомобиле и все прочие налоги. И пытаются построить правовое государство. Что в принципе невозможно. Как и невозможно построить ту же самую армию, выплачивая солдату 300 баксов. Правильно. Ну а как вы можете это изменить? Вот вы лично как вы можете... Захват власти. Только так. Прийти к власти законным путем или незаконным. А парламент? В парламенте надо власть брать. Надо 226 голосов. А у вас сколько? А у нас вообще ничего нет. Тогда вам сложно будет. Например, наверное, американцам мне было бы легче. Я вам рекомендую брать власть так, как эта взяла, которую я защищал у нас в Конгрессе, Савченко. Да. У нее был подход неправильный. Нет, мы нормально работаем, мы разъясняем, мы несем либертарианство в Украине, разъясняем, что такое 5-10. Так вы либертариан, похожий на нашего либертариан. Да, ограниченная роль государства. Там вот маленькая профессиональная армия, там 50 тысяч человек, но дозубовооруженная с зарплатой полторы-три тысячи долларов. Это можно тогда построить нормальную армию. А вы правильно сказали, мне понравилось вот это, что маленькая советская армия не может выиграть у большой советской армии. Ну нет, это еще есть такой анекдот, когда в Академии Фрунзе в Советском Союзе говорят, как вот будет следующая война с Китаем у нас, что мы будем делать. Ну, мама говорит, майор там Петров, он говорит, ну, нам, наверное, будет у них там 5 миллионов армии. Он говорит, нам надо будет, а у нас 1 миллион, надо будет применить ядерное оружие. Он говорит, сегодня мы не воюем, майор, массы людей, мы воюем головой. Вот, например, говорит, израильтяне победили армии семи разных стран в 100 раз превышающие их, в 100 раз. Они разбили их за 6 дней. Он говорит, поэтому мы воюем сегодня головой, а не массы. У вас есть вопросы? Он говорит, да, товарищ полковник, есть. Он говорит, а где мы возьмем столько евреев? Поэтому это правильно, конечно, воевать сегодня мы воюем совершенно по-другому. Поэтому надо еще приучить к мысли, что они не глупее евреев. Это как раз, когда говорят... Чисто английский подход, они не считают себя глупее евреев, и поэтому живут хорошо. Поэтому нет антисемитизма, да, они не считают себя умнее себя. Украинцы не глупый народ, совершенно не глупый народ. И россияне тоже не глупый народ. Нет глупого народа, но есть народ, у которого есть холопские такие манеры, которые, может быть, веками созданы крепостные, а есть бунтовские. Вот у вас, конечно, вы бунтари, вы все время, вот вы сидите, я вижу, что вы недовольны властью, вы недовольны этим. Это правильно, это так и должно быть, это свободный народ. Он все время бунтует, президент приходит, рейтинг хороший, президент уходит вообще без рейтинга. Потому что он полный козел. Как вы оцениваете избирательную кампанию в Украине, понаблюдали чуть-чуть? Да, я оцениваю ее кратически. То у нас может прийти к власти человек из шоу-бизнеса. У нас пришел человек из шоу-бизнеса к власти. Нет, ну это все-таки большая корпорация. Но у него тоже вроде большая корпорация. А здесь сам играет на сцене, но Трамп не играл. А Трамп тоже играл на сцене. Ну немножко, наверное. Но он шоумен, Трамп шоумен тоже. Реген был шоумен. В чем было преимущество? Опять же, я не хочу. Это не мое место. Я не имею никакого морального права на это. Но Реген, в чем было его агитировать за какого-то президента, даже за вас? Я не гражданин Украины. Но Реген, когда пришел, в чем была сила Регена? Он мог самую ужасную вещь по телевизору так преподнести, что народ сидел и говорит, а, ну ничего, все хорошо. Звездные войны, ядерная война с Россией, ядерная война с Россией, ничего страшного. Вот он был актер, он умел это донести людям. Что не умел Буш, допустим. Вот это был не актер, это был ковбой. Он говорит, а пошли все. И Трамп тоже своего рода актер, он знает, вот этими твитами он выводит всех из себя. Он еще и хитрый, потому что он твитанет что-нибудь, и все обсуждают это. А он пока что делает свое дело. Или изучает общественное мнение. Он изучает что-то, он действует совершенно по-другому. Думаете, наш... Вот это каризматически, что он себе так и делает, это все он играет. Но оценку вы Порошенко давать не будете по оборонпрому, этот скандал, который у нас произошел? Я вообще нет, оценку я не буду давать, потому что я ее не понимаю, не потому что я... Ну я просто не совсем все понимаю. Опять же, я военный человек. Мне вот пофигу, откуда взялись деньги, откуда эта запчасть появилась. Мне главное, что она спасла жизнь моего солдата. А все остальное у меня абсолютно... Вы, у вас банки российские какие-то здесь, у вас идет торговля какая-то с Россией, у вас еще какие-то отношения идут с Россией. А тут, понимаешь ли, для моего танка запчасть каким-то образом нелегально купили или какие-то... Да мне пофигу, если я танкист. Вы занимаетесь там своими делами, а мне надо, чтобы у меня танк был в боевой... Там же вопрос не в том, чтобы купили запчасть, а чтобы перепродали в три раза дороже. Разбирайтесь сами. Вот это самое главное. Это у вас оно самое главное. А у меня самое главное, что мой танк на ходу и что у меня экипаж цел. А если у меня эта запчасть вдруг заклинет во время боя, мы все сгорели в этом танке. Они все складывались из последнего на армию, перечисляли деньги, ездили туда на своих машинах. И когда под президентом сложилась такая коалиция, которая в три раза дороже... Война, кому, война, кому, мать, рода. То есть получается, они зарабатывают на войне, на крови, и там еще второе, они же... Да, это эти люди без чести, это люди позорные. То есть, что с тех подбитых танков снимали запчасти и продавали, не то, чтобы привезти этот танк, ремонтировать... В любой войне, кому война, кому, мать, рода. Во время войны, во время хаоса. Вот видите, в американском обществе, я думаю, что это невозможно. Возможно. Тоже такое можно? Вы думаете, что... В особо крупных размерах? Да, у нас есть когда... Там же корпорации, правильно? Нет, не только в особо крупных размерах. У нас есть и в мелких размерах. Допустим, вот этого морского пехотинца, которого недавно арестовали в России за шпионаж, как бы... А он, по-моему, вообще чуть-чуть недоразвитый какой-то был, морской пехотинец. Его, например, из морской пехоты выгнали тоже за какую-то коррупцию. Он где-то что-то спер. Нет, ну, недоразвитые в Америке есть. Есть везде. У вас нету, как это называется, права единственного на идиотов. Они везде есть. У нас и в Конгрессе они есть, везде есть. И воры есть у нас все. Процентовка. Вот. Тут дело в том, что у нас это как исключение, а у нас это как правило. И надо поменять, чтобы это было не как правило, а как исключение. Это, по-моему, мой телефон. Будем жить. У нас был Юрий Табах, капитан первого ранга, да, американской армии. И я думаю, это был Язми, я думаю, чтоivity зад'. М 올им, Paradise Tab на идиотах.